В этом занятии мы с вами попробуем поиграть тэппинг с помощью пентатоники. Итак, для начала мы с вами пройдемся еще раз по пентатонике. Что такое пентатоника? Это гамма из пяти нот. И тэппинг мы будем с вами играть на двенадцатом ладу. Давайте посмотрим это поближе. Так, сама пентатоника у нас будет выглядеть следующим образом. Здесь у нас идет пятый лад. Первым пальцем мы зажимаем везде пятый лад. Мизинец у нас идет восьмой, восьмой. Потом меняем седьмой, седьмой, седьмой. И снова восьмой. Таким образом получается... Это модель, которую мы будем обыгрывать еще и дополнительно с тэппингом, используя тэппинг. Итак, у нас получается тэппинг будет всегда на двенадцатом ладу. Смотрим, как играть правильно тэппинг. Тэппинг это удар пальца. То есть либо указательного, либо среднего, либо безымянного. В очень редких случаях это мизинец. Но это очень редко. И, как правило, это не используется. Поэтому мы сегодня будем использовать именно второй палец. Так, для того, чтобы вам правильно его играть, тэппинг, сначала вы должны попытаться его просто поиграть. Смотрите, что мы делаем. Просто я ставлю тэппинг. Вот. У меня получается. Я сыграл, и звук должен идти из-под пальца. То есть это не такой звук, и все. А именно вот такой. То есть у вас звук должен держаться. И он должен держаться ровно столько, сколько написано в нотах. Например, если это четверть. Раз, два, три, четыре. Раз, два. На два вы снимаете. Если это восьмушка, то раз и два и раз и два и раз и два и раз и два и раз. То вы должны ритмически четко это все играть. Теперь, если все, вот эти все нюансы мы с вами соединим, у нас получится... Значит, смотрите, у нас получается, вы ставите левую руку в это положение, в положении пентатоники, в пятой позиции. Дальше играем тэппинг. Вот. Вот мы сыграли. Теперь делаем пул с дергиванием пальцем. То есть пальцем мы играем внизу. То есть получается раз и убрали палец. Вот у нас что получается. То есть если вы играете вот так, то это уже, это, конечно же, тэппинг. Но с дергиванием от струны должно быть не такое. Поднимание пальца, то есть вы как будто бы делаете... Вверху палец поднимаете. Это неправильно. Это неправильно. То есть правильно именно с дергивать палец книзу. То есть получается вот такое движение. Вот. То есть вот оно идет. Раз и убрали. Теперь еще один маленький нюанс и очень важный. Смотрите, когда мы начинаем играть тэппинг, то в округе, ну не в плане где-то в лесу, а в плане здесь, на грифе, получается вот что. Вот это вот шорох. То есть как его убрать? Запястье на гитару, то есть вот в этом месте, где у вас датчики, вы прислоняете запястье сюда чуть-чуть. Но в плане того, что когда мы играем, да, рука у нас здесь всегда стабильно придерживает открытые струны. А когда мы здесь не играем, а играем тэппинг, то запястье тоже слегка кладете именно в эту часть гитары. Вот что происходит. То есть вы ставите ладонь вот сюда, вот так, вот под таким углом. То есть получается, что не так играем, и у нас здесь получается с вами все открыто. И все равно будет этот шорох. Вот чтобы его не было, слегка прикасаемся к этим местам в ладони. Вот, вот сюда положили. Вот, прям чуть-чуть, вот прям на гриф. Раз. Вот рука лежит. И у нас с вами звенит, играет только, звучит только та струна, которая нам нужна. Как быть с теми струнами, когда вы уже с левой рукой, вы уходите здесь. Например, вот мы сыграли с вами так. Все, первую же струну мы не играем. Что теперь делать? Вот, в таком случае вы просто указательным пальцем здесь тоже прижимаете, держите. То есть у вас получается, вы сыграли здесь. Теперь переходим на вторую струну. В этот момент указательный палец находится под таким углом, чтобы первая струна у вас не давала звука никакого. Вот, никакого звука нет. Все, значит, все делайте правильно. Оп, перешли сюда. Все, пальчик сделаем так, чтобы не было звука. Потому что, если вы это не будете делать, у вас, когда при сдергивании, вы заденете первую струну. То есть мы же с вами как определились? То есть мы будем делать пул не кверху, а чтобы звук был плотный, то есть мы будем палец чуть-чуть книзу делать. Или книзу, или кверху. Но в данном случае это будет именно всегда движение вниз. Вот. Теперь дальше играем то же самое. Здесь тоже так же держим уже третью струну. То есть мы дальше переходим на четвертую струну. У нас получается... Вот мы сыграли. Оп. Сделали пул сюда. Первый палец уже держит третью струну. Не то чтобы держит, а прикасается к ней. Вот мы сыграли. Далее переходим на пятую струну. Первым пальцем также прикасаемся к четвертой струне, чтобы она звука не давала. И завершаем все в шестой струне. Когда мы с вами двигаемся вверх, то в таком случае у нас мы первым пальцем, когда вы ставите только-только в нотку, то у вас происходит следующее. То есть вот мы сыграли. Вот я сюда пришел на пятую струну, а шестая не дает никакого звука. Почему? Потому что я пальцем слегка прикасаюсь еще к шестой струне. То есть у меня идет хаммер вот этот. Оп. Я пришел. А шестую струну к шестой струне я слегка притрагиваюсь. То есть как раз это и дает чистое звучание. То есть струны открытые, они уже не дают вам звук никакого. Тем самым уменьшается грязь. Теперь еще раз пройдемся по тексту. Что же здесь все-таки играть? Можно играть все, что угодно. Но так как данный пример, этот тэппинг мы разбираем с вами на данном примере, то давайте посмотрим, что мы будем играть еще раз. То есть у нас идет... Это движение вниз и движение вверх. Что здесь еще может быть такого интересного? Какие нюансы мы можем здесь рассмотреть? Когда вы двигаетесь вниз, вот сюда, здесь все правильно. А когда вверх, тоже могут быть небольшие нюансы. Какие? Грязь. Из-за чего? Из-за того, что вы не снимаете палец. Смотрите. Предположим, вы сыграли. У вас сейчас звучит вот эта нотка. Вот она дает звук. И тем самым, когда вы переходите на другую ноту, если мы ее не будем убирать, то в таком случае будет вот этот ринг. То есть будет грязь, будет звучать у вас интервал. Поэтому что мы делаем? Сыграли. Теперь момент, когда вы переходите от одной струны к другой, палец сразу же убираем. То есть это одновременное движение. Оп, все, и ушли. Оп, подняли. В этот момент палец здесь у вас как раз встает так, как я уже ранее объяснял. То есть вы слегка притрагиваетесь к шестой струне. Вот такие нюансы мы с вами сегодня рассмотрели. Надеюсь, что этот урок вам пойдет на пользу. И вы начнете играть тэппинг чисто, аккуратно, ровно и разнообразно. Пока.